Меня зовут Олег Базилевич. На данный момент я являюсь многократным чемпионом рекордсмена мира по жиму штанги лёжа. Я не родился чемпионом, я к этому и шёл. И, скажем так, путь мой был довольно-таки длин и тернист, скажем так. Ну, я так расскажу по порядку. С таких маленьких предисловий. В детстве, 4,5 года, у меня была очень сильная черепно-мозговая травма. Я упал с качелью, ударился головой от кирпич. У меня был разрубан череп, скажем. Я был на грани выживания. То есть врачи пророчили плюс-минус такие непонятные диагнозы. Ну, зажил, выжил. Спустя определённое время, у меня где-то примерно в 11-12 лет пошли осложнения. Именно по здоровью, по неврологической части. Вот. Я встал на учёте у невропатолога. Родители меня возили по всем клиникам Украины и в Кишинёве, и везде, где можно только. Обследовали. Вот. Ну, диагнозы были такие неутешительные. Вот. У меня диагноз воспаление мозговой оболочной, затылочной части. То есть, и, соответственно, нарушение кровообращения, какой-то капиллярной там зоны. Это есть и сейчас. Бывало такое, что вот по улице, ну, иду просто по улице, жара там, либо в трамвае, и я терял сознание. Просто вот, просто мог потерять сознание на ровном месте. И долгое время я обследовался, лечился был, и в больницах лежал. И врачи, как бы, говорили о том, что необходимо делать операцию. Ну, как бы, у меня тогда понятие, хоть и ребёнком был, но, что такое операция, как бы, в голове, это было очень, даже страшно звучало. Соответственно, я ни в коем случае не хотел никого допускать в свою голову. Ну, как все ребята, ну, я себя чувствовал, как бы, при этом нормально, довольно-таки. Ну, если не учитывать, там, такие лёгкие потери, сознание как повременное. Вот, чувствовал себя хорошо. Ну, в 15 лет мне, мой лечащий врач, говорит о том, что можно подавать на группу инвалидности. Вот, вторую группу можно оформлять. Ну, я, как бы, был шокирован. Я знаю, но со мной всё нормально, я тут уже, мне приписывают инвалида. Я перестал, я отказался просто категорически наведываться дальше к врачу. Ну, что такое, я инвалид. И, соответственно, как все ребята этого возраста, хотел быть, там, большим, сильным, красивым. Возможности заниматься не было. Только турники, там, брусья, уличный тренажёр и тому подобное. Но, хотел заниматься в тренажёрном зале. И, соответственно, врач мне говорил о том, что мне этого нельзя делать. Потому что у меня с моей проблемой будет повышение кровеносного давления в мозгу, там, в голове. И это может сулить, там, каким-то инсультами и тому подобное. Ну, было, как бы, тоже страшно. Ну, я на это всё забил, грубо говоря. И, тем не менее, в 15 лет я закончил 9 класс и поступил в Криворосский крыльцахимический техникум по специальности механик. Ну, на тот момент мне было всё равно, на кого учиться. Главное, что там была возможность бесплатного посещения тренажёрного зала для студентов. То есть, ну, что я и сделал в первую очередь, когда поступил, я записался в секцию. И с таким рвением зубами я грыз там эти железяки, всякие там, блины, грифы. Вот, я хотел заниматься, я хотел преобразиться, я хотел быть большим, сильным, с мышцами, там, как Арнольд Шарценеггер. Я думаю, что многие ребята даже и сейчас понимают и поймут, о чём я говорю. Многие хотят это делать. К сожалению, не все находят в себе силы и какие-то определённые мотивации для того, чтобы двигаться в этом направлении, в направлении развития себя. Вот. И, ну, скажем так, в своей истории я, может быть, пытаюсь дать возможность понять, что всё в наших руках. И на сегодняшний день, возможно, благодаря этому спорту я всё-таки живой. Потому что, ну, кто знает, чем бы это повернулось бы, если бы я не занимался. В 2009 году у меня был микроинсульт на тренировке. Я готовился тогда на Мистер Олимпия. И с большими нагрузками, ну, получилось так, что я тренировался и выступал в экипировочном дивизионе. А это повышает давление кровеносное, ну, в разы больше и сильнее, чем без экипировки. Вот. Ну, это... Тем не менее, я, как бы, всё равно продолжаю заниматься. Вот. Хотя и врачи мне тогда сказали, что следующий выход на помост может быть для меня последним. Но врачи всегда имеют свойство ошибаться, потому что врачебная какая-то теоретическая практика, именно на практике спортивной, она имеет свойство быть такой развеянной. Это всё теория остаётся. Вот. Первые мои соревнования были в 2005 году на чемпионате Непропетровской области по федерации IPF. Я тогда выступал в экипировочном дивизионе без экипировки. Вот. И я занял второе место. Эта медаль сейчас для меня самая дорогая. Ну, потому что с неё всё началось. Начал со мной путь. На то время я просто имел какой-то определённый интерес чем-то заниматься. Я не ставил цели стать чемпионом мира, ставить мировые рекорды. У меня такой цели не было. И на то время, честно говоря, мне когда... Если бы тогда мне кто-то сказал, что я стану чемпионом мира, я реально, я бы просто обиделся из-за подстёгов вот этих. Ну, потому что это для меня было немножко несопоставимо. Я, может быть, не то, что я в себя не верил. Для меня было что-то такое, вот понятие там чемпион мира, ну, что-то там такое запредельное, заоблачное, что-то недосягаемое. Вот. И, тем не менее, спустя два года я принимаю участие в первый раз на чемпионате мира по федерации ОПЦ в Тольятти. И я выигрываю этот чемпионат мира. Вот. Ну, и как бы, ну, получил медаль, награду, всё. Мне там товарищи говорят, ну, ты понимаешь, что ты сделал? Ты чемпион мира. Ну, я тогда ещё не осознавал этого. Я не понимал, что вот я чемпион мира. Какая-то, может быть, сбылась мечта идиота, но это не было мечтой. Я не ставил, говорю, ни таких целей, ни задач. Я об этом не мечтал. Я просто делал то, что вот как-то получалось. Была возможность, выпал шанс. Я этим пользовался. Ну, и так как-то получилось. Потом, конечно, хотелось ещё и ещё улучшать свой результат. Вот и тому подобное. В 2007 году у нас в городе был, в Кривом Брагу, был турнир World Power Stars. Это мировые звезды силы. Тогда были приглашены спортсмены из Америки, из России, из Украины. Были собраны лучшие атлеты. Мне удалось иметь честь, быть в их числе, представлять Украину. Я тогда выступал в категории до 82,5 килограмм. И в тот день я установил абсолютный мировой рекорд в экипировочном дивизионе в этой категории. Так получилось, что в день соревнований было, в зале были, ну, присутствовали практически все мои друзья, знакомые, близкие, родня, родители. И эта атмосфера, вот именно она и помогла, видимо, установить, поднять этот результат. И когда мне друзья рассказывали о том, что мой отец кричал «это мой сын», я понял, что это именно то, ради чего стоит это делать. Не для себя. Ни в коем случае. Почему? Потому что родители положили, грубо говоря, свою жизнь на то, чтобы воспитать нас. А нас, ну, трое в семье, я самый большой. И хотелось какой-то внести вклад в благодарность своим родителям. Это мне движет и до сих пор. Вот. Ну, сейчас я воспитываю троих детей, и мне хочется, чтобы они тоже росли и гордились. С гордостью говорили, что их отец там где-то что-то имеет какой-то вес там спортивной деятельности мира, да. На сегодняшний день, ну, у меня много мировых рекордов, у меня много там каких-то титулов, званий. Я, честно, даже всего пересчитать, ну, не помню, это надо смотреть там какой-то список. Ну, в сути это не играет, там один раз чемпион мира, либо 50, но это все равно, это есть какое-то звание. Там, так получилось, я вошел в состав элитного дивизиона, мирового, скажем так, сообщества пауэрлифтинга. Вот. Ну, тоже это особо, как бы, мало что играет роль и меняет, потому что, ну, мою сущность это не поменяло. Я каким был, таким и остался. Вот. Ну, я понимаю, что я стою там, где я стою, нахожусь там, где я нахожусь, на том уровне, на том месте. И на меня смотрят подрастающие ребята, так, как я смотрел когда-то на кого-то. То есть, если у меня были кумиры, почему я не могу там стать кумиром для кого-то, да, и подать какой-то определенный пример. К сожалению, что у нас, в нашем обществе, в наше время, очень сильно распространяется такая деградация поколений. Новые какие-то технологии и тому подобное. То есть, ребята настолько зациклены, скажем так, замыслены вот этими соцсетями и тому подобное, что они забывают о развитии и физическом, и духовном. Вот. И хочется, конечно, обратиться и к властям, органам самоуправления, спортивным комитетам, чтобы внедряли максимально большое количество каких-то определенных программ по улучшению, развитию здорового образа жизни, как минимум. Не обязательно там развивать пауэрлифтинг или там какой-то конкретный вид спорта. Достаточно просто что-то делать для того, чтобы оздоравливать подрастающие поколения, либо давать им какую-то определенную информацию, подавать пример. Почему? Потому что мы спортсмены, ну, как про дивизион, ну, не всегда в состоянии там все охватить, везде ездить. Я езжу, мне интересно там проводить семинары, лекции там с детьми общаться, объяснять им о вреде курения, алкоголизма и тому подобное, что вот хорошо там побегать по утрам. К сожалению, это затратная, конечно, часть, и как минимум там заправить машину куда-то поехать, еще что-то. У нас программы это все, скажем так, не включают, именно какие-то социальные. И это есть проблема, большая. Я не знаю. Олег, вы сказали, вот, относительно того, как человек становится чемпионом, какие фундаментальные вещи должны присутствовать. Вы сказали, что кому-то силы не хватает. Вот, а достаточно ли только силы для того, чтобы стать чемпионом? Либо должны быть еще какие-то составляющие, которые... Тут вопрос в том, имея человек, либо приобретает в процессе жизни и деятельности и становится чемпионом. В любом случае человек приобретает, в любом случае. Но верить нужно в себя. Вот вчера выступал парень, Карлик, да, Новиченко Максим. У него силы духа больше, чем у многих полноценных людей. Я об этом говорил, всегда и говорю, я его ставлю в пример. Он нашел в себе силы. Не важно, будет он чемпионом, не будет он чемпионом. Он чемпион для себя, он в душе чемпион, он в душе боец и борец. И он борется и отстаивает, и доказывает, даже пускай сам себе, для себя, что он может что-то сделать. Он не садится в угол, не обрастает мхом, как делают многие. Многие инвалиды, там, человек получил травму, все, он обозлен на весь мир. Он сидит, он все, ему все должны, он ждет, пока ему там что-то принесут. То есть надо подниматься и что-то делать. Жизнь на этом не заканчивается. Я понимаю, что мне, может быть, легко об этом говорить, потому что я полноценный человек, у меня есть руки, ноги, голова, там, все. Но я много знаю вот таких вот неполноценных людей, которые двигаются. Они находят какие-то мотивации для себя. Они хотят жить. Они хотят быть, вот, как вот, опять-таки, этот Максим, он хочет выступать на одном помосте с равных, с людьми нормальными, полноценными. Он себя не считает ущербным. И это очень хорошо, это правильно. В любом случае, каждый человек для себя должен находить какие-то мотивации, какие-то силы, хотя бы просто верить в свои возможности. Не обязательно получится, не получится, это вопрос уже десятый. Но если не подняться и что-то не попробовать, ты не будешь никогда знать, получится у тебя это или нет. Я говорю, я не ставил никогда цели для себя, там, добиться каких-то определенных вот таких вершин в спорте. Я просто хотел преобразиться. Я хотел перерасти с, ну, дрыщавого, там, пацана, вот, который светится на солнце. Я хотел быть чем-то большим. Я хотел быть сильнее. Я хотел быть, не хотел быть ущербным. Я не хотел себя чувствовать, там, инвалидом. Не хотел себя чувствовать больным человеком, там, или еще что-то. Я просто хотел жить. Я хотел наслаждаться тем, о чем мечтал. Я мечтал заниматься спортом. Именно вот в служебном зале. Моя мечта сбылась. Все остальное, это уже, как бы, ну, можно назвать последствия, да, то есть той мечте, которая у меня была. То же самое вот у многих. Большинство людей находят какие-то ряд определенных отговорок, причины, не ища, не иская, вот, не находя возможности, да. У кого-то нет возможности заниматься в зале, есть достаточно большое количество, там, каких-то летних площадок, там, турники, брусья, там, не имеет значения. Пожалуйста, можно заниматься. Есть достаточно большое количество программ для домашних, там, тренировок. Пожалуйста. Это все в руках, в наших руках. Ну, каждый смотрит на это по-своему. То есть, либо это воспользоваться этим, либо найти какие-то определенные, ну, отмазки, причины, чтобы этого не делали. Это все. А в обычной гражданской жизни Олег Базилевич кто? Отец. Отец, просто отец. Муж, отец, сын. Обычный человек, простой. Простой человек. Я работаю тренером, я тренирую людей, консультирую. Пытаюсь, опять-таки, людям найти какие-то определенные мотивации, помочь справиться с какими-то определенными барьерами. Это может быть как в спорте, так и просто в обычной семейной жизни, скажем так. Я разносторонний развитый человек. И, скажем так, если я вижу, что я могу кому-то помочь, я стараюсь помочь. И все. Я не перемещаюсь по городу, по улице, или просто по жизни как постоянный чемпион мира, какая-то элита или еще что-то, звезда. Я таким не являюсь. Я самый простой, какой есть, самый простой обычный человек. Просто живу, наслаждаюсь жизнью. Спасибо, Лев.